Количество туристов на переходе между китайской провинцией Хэлунзиан и Приморским краем России достигло пика. Об этом сообщила таможенная служба КПП Суньфуйхэ. Утром 27 октября через этот пограничный переход в Китай прибыла группа из 500 человек по линии групповых туристических поездок. Таких туристов Суньфуйхэ принимает примерно по 2100 ежедневно. По данным таможни, с 25 сентября по 26 октября через автомобильный погранпереход Суньфуйхэ въехали и выехали в общей сложности 65 714 пассажиров. Увеличение турпотока стало возможным благодаря недавно возобновленной политике взаимных безвизовых групповых поездок между Китаем и Россией. Пограничная инспекция Суньфуйхэ, таможня и другие ведомства заранее готовились к увеличению трафика, чтобы быстро и слаженно предоставлять таможенное оформление путешественникам из одной страны в другую. Мне очень нравится, что мы приехали в Суньфуйхэ. Я очень хочу здесь погулять, покушать. И мне очень интересен этот город. Мне очень нравится он на фотографиях. И я хочу посмотреть его вживую. Начались безвизовые группы заезды из Владивостока, из России в Суньфуйхэ. Нам очень приятно, что мы можем сейчас путешествовать. Граница, прошли русскую границу, прошли китайскую границу. Приехали в Суньфуйхэ очень довольны. Нас встречают любимые партнеры. Мы соскучились. В Суньфуйхэ хорошее питание, гостиницы. И есть возможность путешествовать дальше. Скоростная электричка. Мы, например, с группой детей отправляемся в Харбин на фестиваль. Очень довольны. И ждем китайских туристов тоже к нам. Сегодня мы приняли четыре группы, которые приехали в Суньфуйхэ на четыре дня и три ночи. Они в основном гуляют, делают покупки, отдыхают и пробуют разную еду в Суньфуйхэ. Мы открыли зеленый канал, где в приоритете пассажиры с физическими ограничениями, а также те, у кого есть билеты на ближайшую поездку скоростным, железнодорожным или воздушным транспортом и так далее. Таким образом, мы можем значительно сокращать время прохождения таможенного контроля.